МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Отец Петр, предлагаю сегодня поговорить о выставке-ярмарке, которая впервые будет проводиться в нашем городе, православная станица. Скажите, где, с какого числа, по какое число? И вот интересный факт, что все-таки будут представлены святыни, а проводится она не в храме. Здравствуйте! Да, на самом деле такая ярмарка, выставка проводится у нас впервые. Она будет проходить у нас с 13 по 17 ноября в кинотеатре Меликес. Выставка-ярмарка православная станица организована по поручению Волжского войскового казачьего общества и по благословению нашего правящего архиерея, Преосвященного Деодора, епископа Меликесского и Чердоклинского. На выставку приедут представители 50 монастырей и храмов. С разных концов страны каждый привезет свою святыню в этот день. Почему именно выставка будет проходить в кинотеатре Меликес? Потому что очень большое количество участников, которые изъявили желание принять участие в данном мероприятии, будут, приедут в наш город. И поэтому, потому что в храме не так много места, будет эта выставка организована именно в кинотеатре Меликес. Меликес, да. Ну, то есть, получается, это территориально удобно, да? Да, да, да. То есть, очень большое количество людей, целиком можно представить, 50 монастырей. То есть, представители 50 монастырей приедут к нам в город. Ясно. А вот все-таки, если говорить об уникальных святынях, которые будут представлены, скажите, какие это будут святыни? Это самое... Впервые в городе у нас, в Димитровград, привезут Донскую икону Божьей Матери. Это одна из почитаемых святынь в нашей России. Ковчежица с мощами Авраами Болгарского. Хотелось бы рассказать то, что Донская икона Божьей Матери, она является защитницей Отечества, покровительницей казачества и всего нашего российского воинства. Этот образ Пресвятой Богородицы принесли с собой на Куликово поле донские казаки. После битвы они преподнесли этот образ Дмитрию Донскому. Когда... после битвы. И как раз в память о победе на берегах Дона икона Богородицы получила это название, как Донская икона Божьей Матери. Перед этой иконой Божьей Матери молится о защищении нашей страны, о защите Отечества от нашественных племенников, от междоусобной брани, от кровопролития. Также будет представлена святыня, это ковчежец с мощами Авраамия Болгарского. Он родился в Камской Болгарии и был воспитан в магоментанской вере. Но по благодати Божьей, с возрастом мученик Авраами, святой Авраами принял православную веру. И в результате этого пострадал от своих же единоземцев. За непреклонность православной веры он был казнен. Перед этой иконой и святыми мощами мученик Авраами просит о помощи и исцелении детях, о исцелении недуга, который находится у детей. Почему именно дети? Потому что самые первые чудеса, которые были замечены при прославлении этого дивного угодника Божия, когда начали исцеляться дети, именно молодые дети. Молодые люди, да? Да. Так, а вот если все-таки говорить о казачьей ярмарке, она вот помимо этого образа, который является как бы путеводителем в казачьей жизни, донского образа, что еще казачьего будет представлено? Там будет представлено большое количество казачьей одежды, обмундирование даже оружия. То есть все это будет не только в качестве выставки, но и человек может приобрести все это. А будет ли возможность не только православными святынями восхищаться и как-то преклоняться перед ними? А может быть там какие-то мероприятия еще планируются? Конечно, да. Очень большая, насыщенная программа будет. В течение всех дней выставки ярмарки православной станицы будут проходить концертные мероприятия. Помимо представителей монастырей, храмов, приедут артисты со своими специализированными представлениями, где будет представлена музыка, специальные представления, какие-то будут сцены, композиции. То есть это не только наши городские коллективы, да? Да, да, да. Конечно. Отец Петр, а будет ли интересна эта выставка вообще широкому кругу посетителей? Конечно, эта выставка будет очень интересна, потому что на ней будут представлены продукты, которые не купишь в обычном магазине. Это освещенный мед, масло, белорусские деликатесы. Выставка-ярмарка, она интересна, будет каждой семье. Потому что помимо всего прочего, на ней может быть приобрести даже одежду, изольная хлопка, травяные чаи, сборы фермерских продуктов, то есть даже будут представлены на этой выставке продукты пчеловодства. То есть всех желающих очень ждем на эту выставку. Думаю, они не пожалеют. Я вот слышала, что там будут какие-то фильмы еще транслироваться. Да, будет организован кинозал, там будут показывать всем желающим документальных художественных фильмов о казачестве. То есть человек может будет посмотреть, получить знания, даже приобрести эти фильмы, то же самое. То есть это направлено все-таки на казачество, на выставках. И если говорить все-таки о святынях, потому что это основное, что будет представлено, самое ценное на выставке. Вот помимо вышеперечисленных, что еще будет представлено, скажите? Посетители выставки смогут встретиться с представителями с 50 монастырей, более 50 монастырей-храмов со всей России и зарубежья, приложиться к таким иконам, как Спиридона Тременфудского из Удмуртии, Кукша Одесского из Украины, Зосима Янацкая из Башкирии, Иверская икона Божьей Матери из Греции, и многим другим почитаемым святыням. Можно будет заказать как раз молебны и у этих монастырей по окончании выставки. И потом во всех уголках страны за богослужением после этой выставки будут поминаться имена здравия, покаяния. То есть будет очень хорошая возможность заказать молебны с Рыкауста на этих выставках. Здорово. Такая выставка впервые проводится. Наверное, не только в городе, но и в Ульянской области. Скорее всего, да. Скорее всего, у нас в Ульянской области уже проводилось, но у нас в городе впервые. Я благодарю вас за беседу и напоминаю вам, уважаемые телезрители, сегодня моим собеседником был Петр Гурьянов, председатель Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. И давайте, наверное, в конце программы мы, отец Петр, напомним еще когда и где будет проходить эта выставка «Православная станица». Эта выставка будет проходить у нас с 13 по 17 ноября в кинотеатре «Меликес». Вход на это все, на все мероприятия, он будет свободный. Еще хотелось бы отметить то, что программа всех мероприятий, то есть время, день, что когда будет проходить у нас, находится на сайте Меликесской чердаклинской епархии. То есть в разделе «Объявления епархии» можно будет посмотреть всю программу, чтобы человек мог как бы спланировать свой день. То есть с утра до самого позднего вечера будут проходить мероприятия. Как раз сама программа будет у нас на сайте. Спасибо вам за информацию. Всего доброго. До свидания. Встретимся на выставке. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин